Всем привет, меня зовут Юлия Месс, и сегодня хочу вам рассказать историю, которая меня сильно увлекла, и я думаю, что она вам будет очень тоже интересна. Мы поговорим о периоде, в который рождались супермодели, и этих девушек часто считают теми самыми иконами мира моды, которых больше никто и никогда не переплюнет в их влиянии, красоте, навыках и так далее. Не буду сильно затягивать вступление, не забудьте поставить приветственный лайк, проверьте подписку на канал, и давайте начинать! Думаю, что многие из вас неоднократно слышали термин «пятерка супермоделей всех времен» или «тройка супермоделей», но мало кто задумывался, откуда вообще этот термин взялся, и когда, в какой период он стал настолько применим к конкретным личностям. Речь сегодня пойдет о 90-х годах, конкретно мы начнем с обложки ВОК, которая вышла в 1990 году, и мы поговорим о девушках, которые на ней появились. На обложке ВОК за январь 1990 года появились пять девушек, их портрет. Это была работа Питера Линдберга, я думаю, что вы многие слышали это имя. На этой обложке у нас появились женщины, имена которых вам точно знакомы. Это Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патец и Кристи Терлингтон. На этом моменте в комментариях напишите, знаете ли вы всех или кого-то вы слышите впервые, но я сейчас о них, о всех расскажу. Надо сказать, что эта обложка имела возможность не выйти в свет, потому что она оказалась слишком минималистичной, слишком простой для редакторов ВОК, но Анна Вентур ее одобрила, и обложка вышла в свет. Кстати, эту обложку позже назвали свидетельством о рождении супермоделей. Звучит интересно и правомерно, вы сейчас узнаете почему. Дело в том, что до этого времени модели существовали, безусловно, они работали успешно, но все-таки они не воспринимались как отдельные личности, звезды. Тем более, с этого момента все начало меняться, но не из-за одной обложки, а по ряду других причин. Вы, наверное, знаете музыканта Джордж Майкл, и он в то время поймал такой творческий кризис, у него был застой. Он не хотел сниматься в клипе, хотя музыка писалась, и песни уже были готовы. И ему пришла в голову идея пригласить к себе в клип, собственно, этих девушек с обложки, той самой обложки, о которой мы только что с вами поговорили. Так и произошло, был отснят клип на песню Freedom, режиссером его выступил Дэвид Финчер. И, как вы можете догадаться, эта песня позже стала хитом. Я покажу вам некоторые кадры из этого клипа, и ссылку на полный клип оставлю в описании канала. Если интересно, обязательно посмотрите. В течение клипа мы наблюдаем с вами так называемый липсинг от моделей, от наших супермоделей будущих. И сейчас будет интересная отсылка на этот клип, где бы вы думали, на показе. Дело в том, что в 1991 году произошло некое инновационное действие, когда на показ позвали девушек из клипа. Девушек, которые снимались в клипе, не в полном составе, но об этом чуть позже. Речь идет о показе Versace осень-зима 1991 года. Джанни Versace позвал участвовать в своем показе ту самую пятерку с обложки и из клипа. Уже само появление этих девушек стало ярким событием. Они круто презентовали одежду, и они, скажем так, раскрывались на этом показе. Им дали волю, им дали много выходов. Выходы, кстати, были разделены на части. Каждая часть меняла настроение, настроение нарядов и настроение антуража, в котором эти наряды были презентованы. Соответственно, настроение девушек тоже было довольно многогранным. Очень приятно, кстати, смотреть кадры из этого показа. Все модели там такие young and beautiful. И я, кстати, предложила бы во время прямого эфира будущего посмотреть полностью этот показ. Здесь я оставлю вам только отрывки из него. Если будете зато, обязательно напишите в комментариях, мы посмотрим его вместе. Я запланирую публикацию, напишу об этом в сообществе, либо в телеграм-канале, как всегда. Произошло нечто новое. Девушки из клипа, из обложки Vogue переместились на показ мод. Это были уже такие узнаваемые лица, которых где-то вы уже могли видеть. Для нас сейчас это очень привычно, когда девушки перемещаются с обложек, с реклам на показы, и мы их везде видим одни и те же лица. Тогда это было в новинку. Джанни Версачи, по сути, сделал некий прорыв, который потом подхватили все остальные дизайнеры. Надо сказать, что Татьяна Патец не участвовала в этом показе. Одна из пяти девушек с обложек того самого Vogue. И на этом показе дебютировали девушки, которые впоследствии тоже стали супермоделями. Их имена, я думаю, вы тоже знаете. Это Карла Бруни, Клавдия Шифер. В конце показа произошел иконичный момент. Он объединил все три события, все три шага в рождении супермоделей. Это то, что в конце девушки четверо, что тоже было нетипично для того времени, вышли. И беззвучно пели ту самую песню Freedom. К тому времени эта песня уже стала хитом, и зал подпевал. Субтитры делал DimaTorzok Позже Джанни сказал, что это был один из самых незабываемых моментов за всю историю подиумных показов Дома Моды и Версачи. Кстати, фотограф, о котором я говорила ранее, который, собственно, и снял ту самую обложку Vogue. ДНК его работ стала как раз та самая простота картинки, которую, как вы помните, не сразу приняли редакторы Vogue. Ложись, я сейчас тебе расскажу про супермоделики, Сунь. Уговорила. И давайте теперь поговорим о том, что же сейчас происходит с этой пятеркой, и как сложилась их карьера. Ну, расскажу кратко, о каждой понемногу. Начну я с наименее известной мне. Это Татьяна Патец. Она, к слову, была, по мнению разных источников, одна из самых спокойных среди этой пятерки. Она не любила каких-то шумных тусовок. И если после показа все шли веселиться, она шла домой отдыхать. Чисто я. Просто. Татьяна Патец родилась 25 марта 1966 года в Гамбурге в семье эстонской танцовщицы и немецкого писателя. Позже она переехала в Швейцарию, и, как полагается всем супермоделям прошлого, ее заметили, сфотографировали, и ее карьера закрутилась. Татьяна Патец была одна из трех девушек, которая принимала участие в том самом клипе Freedom, и при этом она не принимала участие в показе, о котором мы только что поговорили. От девушек она отличалась тем, что, несмотря на свою невероятную красоту, она не очень-то любила улыбаться и была такой немножечко всегда спокойной, ну, не сказать угрюмой, но спокойной, да. Ее модельная карьера сложилась, у нее было огромное количество обложек, печатных изданий, фотосессий, показов. Сейчас Татьяна живет в Малибу со своим сыном Ионой и активно занимается защитой окружающей среды. Она очень любит животных, купается с дельфинами и, собственно, наслаждается жизнью, чего и нам всем желаю. Выглядит, кстати, она просто шикарно сейчас. Дальше у нас на очереди Кристи Тарлингтон. Как пишут в различных источниках, Кристи не мечтала о модельной карьере, она просто хотела заработать денег для своего хобби, она увлекалась лошадьми, и ее позвали поучаствовать в фотосессии. Но одной фотосессии не закончилась, как вы понимаете, и пришлось поработать супермоделью. К слову, она и по сей день верна конному спорту, увлекается лошадьми, также в ее увлечения приписывают йогу. Кристи сторонница естественной красоты, она против различных уколов молодости и стареет натурально. Очень редко она принимает участие в рекламных кампаниях, но все-таки большую часть времени уделяют мужу и детям. Также Кристи занимается благотворительностью, у нее есть фонд поддержки материнства. Еще одна девушка, кто совершенно случайно попала в индустрию моды с той обложки, той самой, это Синди Кроуфорд. Как и полагается, тем самым магическим историям с того времени ее нечаянно заметили во время сбора кукурузы, и ее карьера стала стремительно развиваться. Дальше многочисленные обложки, фотосессии, показы. Ну, вы сами все, я думаю, знаете. Дети Синди пошли по ее стопам, я думаю, что вы тоже их могли видеть на модных показах. Мне, кстати, ее дочку очень визуально нравится. Мне кажется, это тот момент, когда Непо Кид оправдывает полностью свою причастность к профессии, и я думаю, что даже без влияния мамы супермодели она бы добилась при желании того, что она имеет сейчас. Кстати, у Синди какой-то добрый вайб идет от ее фотографии, от ее личности. Мне она как-то всегда очень импонировала. Общите, что вы думаете про Синди Кроуфорд. Про оставшихся двух девушек нельзя сказать, что карьера модели — это случайность для них. Они всегда хотели и стремились стать моделью. Я говорю про Наоми Кэмпбелл и Линду Евангелисту. Линда запомнилась в индустрии моделью-хамелеоном, потому что она очень часто меняла образы, прически, цвет волос. Я думаю, что вы это тоже могли заметить. Кстати, в клипе и на показе, о котором мы сегодня говорили, она появилась в образе платья на блондинке, и, на мой взгляд, ей этот образ шел больше всех вообще когда-либо, которые появлялись в нее. К сожалению, сейчас у Линды судьба сложилась не самым лучшим образом. Она пострадала от процедур красоты, так называемых. Но из хороших новостей она сейчас постепенно, плавно выходит из своего вот этого депрессивного состояния, начинает принимать себя, воспитывает сына. Надеюсь, что у нее все будет хорошо, потому что действительно это одна из икон, которые поменяла индустрию когда-то. Привет, это Наоми Кэмпбелл, и добро пожаловать в моем доме! Ну и последнее, но не последнее, как говорится, Наоми Кэмпбелл, которая одна из немногих моделей того времени, до сих пор работает, работает как модель в том числе. Наоми Кэмпбелл меняла индустрию не только в качестве того, что она появилась там как супермодель, а в том числе в качестве того, что она появилась как темнокожая супермодель, ее называли и называют Черная Пантера. И, как говорят разные источники, девушки, с которыми она была вот в этой вот суперпятерке, помогали ей получать место в показах, потому что многие дизайнеры отказывались ее принимать, в том числе из-за цвета кожи. Девушки просто говорили, что мы без нее не пойдем, принимайте у нас всех, потому что мы прекрасная пятерка. Ну это же я от себя придумала. Суть вы, я думаю, поняли. Кстати, карьера Наоми началась в очень ранном возрасте. Уже в 15 лет ее заметил представитель модельного агентства, который и предложил попробовать себя в моделинге. Если говорить о ее личной жизни сейчас, она недавно стала мамой. Конечно же, бурно обсуждалась история, каким образом, сама не сама, но я считаю, что это уже разговоры, которые нас не касаются. Главное, что она счастлива, что у нее есть теперь ребенок, которого она нежно любит, я думаю. Глядя на Наоми, складывается ощущение, что она living her best life. Несмотря на все сложности, с которыми она сталкивалась, она остается иконой. Можно долго спорить о ее взрывном характере, но правды мы с вами никогда не узнаем, поэтому будем просто любоваться ее прекрасным образом и теми изменениями, которые она внесла в эту индустрию. Вот такая информация про период зарождения топ-моделей. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы не забудете поставить ему лайк, написать комментарий и подписаться. Я уже жду пообсуждать с вами моменты из этого выпуска. Напишите, как вам еще такой формат, было ли интересно. Мне почему-то захотелось с вами поделиться этой информацией. Мне показалось, что это весьма интересно узнавать, учитывая наши с вами регулярные просмотры шоу про моделинг. Кстати, если вы впервые на моем канале, зайдите, посмотрите плейлисты. Вот эти вот, там мы пересматриваем шоу топ-модель по-американски. И также я снимаю спецвыпуски о том, как сложилась жизнь участниц сейчас, что они делают, как выглядят, чем живут. Еще раз спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Юля Месс. Прощаюсь ненадолго. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok